В Усть-Каменогорске при одном из университетов региона открыли институт Абая. В год 175-летия великого поэта и философа главная задача ученых пропагандировать его наследие и разработать современные методики изучения его творчества. На востоке Казахстана с этого года в учебную программу введен новый предмет Абайтану. Подробности у Анель Есенбертиной. Абай – гений мирового масштаба. Изучать его творчество можно бесконечно. А на его родине, на востоке республики, тем более должен быть научно-исследовательский институт, в центре внимания которого будут шедевры основоположника казахской письменной литературы. Открытие такой организации ученые считают большим событием. Тем более, что сотрудники института уже внесли свой вклад в дело познания наследия Абая. На востоке Казахстана с этого года в пятых-восьмых классах введен новый предмет Абайтану. Мы вместе с педагогами создали региональную учебную программу, разработали научно-методические пособия для самих преподавателей. Провели уже специальные обучающие курсы для учителей. Они очень востребованы. Стало очевидно, что сейчас нужны современные методики изучения творчества Абая. Новый институт как раз этим и займется. Здесь собраны все необходимые материалы для педагогов. Представлены редкие издания, полные собрания сочинений Акына. Большое внимание поэт и философ уделял в целом вопросам образования. Поэтому в рамках проекта организаторы представили необычную выставку букварей разных народов. Букварь – это и есть основа, на которой должно строиться обучение детей, делятся специалисты. Мы очень рады, что со следующего года букварь снова вернется к нашим малышам в школы. Это ведь не просто учебник, не просто обучение чтению и письму. Это воспитание детей в духе национального самосознания. Посмотрите даже, как подобраны здесь рисунки. Они отражают быт нашего народа, его культуру. А – это она, а та – де домбра. На выставке же представлены 63 экземпляра редких книг, собранных одними старейших преподавателей вуза Федором Головановым. Он много лет коллекционировал азбуки малых народов бывшего СССР. Среди них буквари на даргинском, кумырском, осетинском языках. Все эти буквари оцифрованы. Они имеются в нашей библиотеке, на нашем сайте. И мы всегда говорим читателям, мы открыты студентам, гостям нашего университета, что открывайте, читайте книги вместе с нами, делайте открытия научные. По этим учебникам можно изучать историю становления образования в целом, говорят организаторы выставки. Анна Лисенбертина, Жигир Бабаханов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24.